Микс Ньюс Добрый день и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сразу хочу сказать, что мы ждем вот-вот, видимо, пятницы и пробки сделали свое дело. Мы ждем буквально с минуты на минуты. На студии появится, я думаю, всем известный социолог, директор Центра социологических исследований СКДС Арнис Кактенч. И именно его социологическая фирма проводила интересные исследования, пытаясь понять, насколько велик масштаб насилия, в том числе и виртуального, в школе. А сейчас у нас в гостях эксперт, руководитель проекта и такого ежегодного ЗЗ чемпионата как раз среди школьников. Может быть, там мы начнем с чемпионата, может быть, напомните, что это такое и как это может быть связано с тем исследованием, которое господин Кактенч проводил. Здравствуйте. ЗЗ чемпионат, в принципе, это самое крупное мероприятие в Латвии для школьников. Не побоюсь этого слова, даже в Балтии около 35 тысяч школьников участвуют в каком-то из этапов ЗЗ чемпионата. Самое главное, что это то место, где класс участвует как команда, выполняет домашнее задание, участвует в полуфинале и потом отправляется на финал. Что они получают, это даже, наверное, не призы, это возможность быть вместе, работать вместе, узнать себя, узнать друг друга. И, в принципе, вот уже 14-й год ЗЗ чемпионат действительно собирает, в принципе, больше всего школьников из всех регионов Латвии. Почему мы проводили это исследование? Начну с, наверное, такой немножечко проблемы, которая у нас есть, и с которой мы работаем уже не первый год. Школьникам довольно сложно работать в командах. Это такое очень-очень-очень важное качество, уметь сотрудничать, уметь правильно разделять роли. Хотя вроде бы они в классе вынуждены работать в этой команде. Видите, к сожалению, не так много, потому что очень много классов и школ, которые мало участвуют в подобного рода мероприятиях, и там именно и есть проблемы. То есть не всегда школьники умеют работать вместе. Они привыкли работать каждый сам за себя, они привыкли учиться, бороться за свои оценки. Это правда, да. И не настолько хорошо у них развивает именно взаимодействие и командная работа. И ЗЗ чемпионат, в принципе, уже 14-й год этому способствует. И в этом году мы решили так поглубже копнуть эту тему и изучить вообще, какие проблемы есть, почему это происходит, почему классы, к примеру, не участвуют ни в ЗЗ чемпионате, ни в каких-то других подобного рода проектах, где именно требуется командная работа. И действительно, есть довольно много школ и учеников, правда, говорят, что есть проблемы. Они сталкивались и с моббингом, и с буллингом, и с какой-то дискриминацией, чувствовали себя... Ну, моббинг, это, я так понимаю, такое вот попытка выдавливания, выдавить, да? Да, попытка выдавить кого-то, я... А вот буллинг? Это более сложно, это... Это, да, скажем так, более, ну, как уже к насилию что-то... Ближе, да? Ближе, да, и очень много, правда, детей. Думаю, что и мы с вами помним иногда ситуации, когда мы сталкивались с какими-то сложностями в том или ином классе в школе. То есть это все делает, создает такую среду в классе, когда довольно сложно, правда, работать в команде. То есть если кто-то себя чувствует уязвленным, ущемленным, то, соответственно, довольно сложно дается любая командная работа. Вот как раз о том, когда школьники чувствуют себя ущемленным, мы сейчас поговорим, как мы уже сказали. Вот как раз у нас тут подоспел директор СКДС-центра, всем нам известный ССО Лакарный Скактенч. Добрый день. Здравствуйте. Извините, извините за опознание. Пятница, пробки, это же все понятно. Вот все-таки говоря об этом исследовании, может быть, несколько слов, насколько это для вас было такое интересное исследование, потому что, наверное, многие наши радиосустры именно знают СКДС-центра, которые проводят, не знаю, исследования рынка, маркетинговые исследования, предпочтения политические наших жителей. И вот что касается вот этого исследования, может быть, несколько слов об этом. Ну, да, но на самом деле, вы уже как бы упомянули, мы занимаемся самого разного рода исследованием, и это данное исследование для меня лично было, я бы сказал, довольно интересным, так как, если говорить об молодом поколении, об школьниках, чтобы узнать с какими-то всякими недоброжелательными явлениями, они сталкиваются в своих классах, но это не приходится в каждый день. Ну, и тут была возможность это выяснить и узнать. Для вас эти вот результаты исследования вызвали какую-то тревогу, или, в принципе, вы бы полагали, что плюс-минус примерно такие и будут результаты? Ну, я бы не сказал, что я ожидал какие-то, уже планировал и ожидал какие-то определенные цифры увидеть, но, в принципе, если говорить о теме моббинга, буллинга, агрессивности в Латвии, среди молодежи, ну, это как бы не новая тема, потому что такая вещь тут присутствует, и, похоже, мы имеем проблему, я тут сознательно употребляю слово проблему, но это было как бы ясно, это означает, ну, что как бы там ожидали там увидеть определенные цифры, ну, и увидели, и увидели, действительно, есть цифры, ну, похоже, что большинство школьников не соприкасается в школах, но это меньшинство, которые, как бы, там часто или иногда, но все-таки я бы сказал, что эти цифры, ну, они сравнительно высокие, ну, если смотреть, скажем, издевательства, ну, примерно каждый пятый школьник утверждал, что в течение последнего года в своей классе он соприкасовался с издевательствами иногда или часто, ну, я бы сказал... В том числе, я так понимаю, в виртуальной среде, да, но сейчас же социальные сети. Ну, виртуальная, это был другой параметр, ну, там ситуация получше, там 70% нам ответили, что никогда, то есть, как бы, большинство там термин знают, знают, понимают, о чём речь, 70% говорят, что никогда, 14% – ну, очень редко, то есть, имели опыт, ну, примерно 10%, 11%, то есть, каждый десятый говорит, что да, бывает, бывает чаще или реже, но бывает. Вот на ваш взгляд, какие выводы можно из этого сделать? Потому что, ну, есть масса, наверное, теорий, объяснений, одни говорят о том, что, возможно, такой атмосфере, ну, не знаю, способствует, может быть, не совсем учителя следят, и классные руководители упускают момент. В конце концов, в каждой школе, ну, пока не имею в Риге уж точно, есть психолог, который вроде и социальный работник, который должен этим заниматься. Что вы констатировали? Ну, мы не углублялись в таких аспектах, как, ну, скажем, почему и что там происходит в сфере предотвращения, но я полагаю, что, скорее всего, там мы имеем дело с множеством всякими разными факторами. Ну, если говорить о причинах, то, ну, я полагаю, что, ну, это уже как бы такое мое предположение, но я не являюсь тут психологом или психотерапевтом, ну, я полагаю, что там, скорее всего, один довольно важный фактор – это что и каким образом происходит в семье, и не полагаю, что там, ну, такие очень нормальные, доброжелательные, такие хорошие, белые, пушистые, там, мальчик, девушка приходит в школу и вдруг становится там каким-то агрессивным монстром, да, скорее всего, там до школы уже там или не школы, что и каким-то образом уже происходит. Ну, и потом, конечно, это самая школьная среда. Каким образом там это всё организовано, там уделяется внимание, не удивляется внимание и так далее, и так далее. Да, ещё, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Всё-таки, вот если так посмотреть, может быть, это вообще неизбежный процесс, особенно, наверное, в подростковом возрасте? И как вам кажется, или это больше к психологу, наверное, вопрос, да? Вы знаете, если можно, да, мне кажется, что в какой-то степени это неизбежный процесс, когда это начинается, но тут уже дело семьи, школы, учителей, насколько это затягивается. То есть любую ситуацию её можно запустить, а можно решать, ну, изначально, как она только зарождается. И очень важно в школе над этим работать, то есть… Ну, я это воспринимаю таким образом, что какой-то определённый импульс агрессивности, он в нас уже генетически заложен, во всех нас. То есть он объективно… Таков человек, да. Именно, он объективно присутствует. И потом уже дело, ну, что мы с этим делаем, каким образом это выявляется, в какой момент мы, может быть, понимаем, что так нехорошо поступать или делать. То есть я полагаю, что абсолютное большинство… Я не думаю, что есть какой-то мальчик или девочка, который вырос без какими-то выявлениями агрессивности. То есть, ну… Вот когда, если мы так, чтобы люди понимали суть этого исследования, ну, насколько я понимаю социологию, когда проводят социологические исследования, ну, разный фокус-группа определяется, там и все учитывается, в том числе и из какой семьи, ну, к примеру, если мы об этом исследуем, на какой территории это находится, не знаю, Рига, Земгала, Кузыма. Рассматривали ли вы вот это в каком-то территориальном разрезе и в том, насколько учебное заведение, большая школа, может, это маленькая, небольшая вот в этом пагосте школа? Мы рассматривали территориальное сечение, мы не рассматривали там семейное положение. Ну, хотя бы территориальное вы рассматривали, да? И там какого типа там школы, но мы имеем территориальный. Я бы не сказал, что там каким-то особенным образом выделяются какие-то определенные территории, там, скажем, Рига или Земгала, или, скажем, там, Рига, другие города или сельская местность. То есть, это агрессивность, издевательство, там, это выявление отвержения и так далее, они, похоже, присутствуют везде. Но то, что было видно в разрезах, что все-таки, кажется, не по всем параметрам, но по большинству, имеется взаимосвязь между возрастом и вероятностью, что данный школьник имеет опыт и соприскосается с одним или другим явлением. То есть, чем моложе школьник, тем более высока вероятность, что там будет проблема. И тогда, я полагаю, что, может быть, это связано с повзрослением. Чем взрослее школьник, тем меньше вероятность. Но все еще, ну, по всем возрастным группам, по всем классам, ну, мы видим, что все-таки эти не очень-то хорошие феномены, они присутствуют. Чем вот, как с этим связан ЗЗ-чемпионат, какие выводы делать, чем вы можете помочь? Даже вот, не знаю, сплочению класса, чтобы уменьшить вот такие вот случаи. Во-первых, ЗЗ-чемпионат, присутствие там и работа вместе в команде уже как способ, скажем так, сплотиться, решить какие-то проблемы, найти общий язык. Потому что, если в классе не присутствует команда и работа, и класс не умеет договариваться, то у них ничего не получится. Мы очень часто видим, что не всегда самые сильные школы, к примеру, какие-то, ну, первые школы в Латвии занимают первые места, а больше именно те классы, которые, ну, умеют работать вместе. И в этом году мы создали пособие такое для учителей, с которым работать на классных уроках, например, на 16 уроков, где, в принципе, учитель может изначально оценить, как класс вообще умеют они работать в команде, не умеют, есть у них вообще желание работать вместе или нет, понимают ли они какие у кого роли или нет. И постепенно, постепенно, работая с этим пособием, научить свой класс, научить ребят сотрудничать, найти каждому свою роль, что очень важно, потому что, понятное дело, что не каждый может быть лидером или не каждый может кидать какие-то творческие идеи. То есть самое важное – это научиться понимать сильные стороны каждого и, скажем так, в команде договориться о правилах игры. Это, мне кажется, вот, чтобы убрать тоже и какие-то, и моббинг, и убрать какие-то, ну, непонятки в классе, это очень важно найти каждому свою роль и договориться о правилах, как класс взаимодействует, что ребята друг другу позволяют, что не позволяют, какие границы у них есть. То есть, в принципе, финалом, скажем так, вот этого даже пособия, которое мы создали, это, я бы сказала, участие в СЗ-чемпионате, где они могут проверить, чему они научились и как действительно они хорошо научились друг друга понимать. Я могу добавить, каким образом я это вижу, где взяема связь между чемпионатом и импульсом агрессивности. То есть этот импульс агрессивности – это что-то такое объективное, что присутствует во всех людях, в том числе в школьниках. С одной стороны. С другой стороны, мы можем, может быть, говорить о таких категориях, как там есть какая-то энергия. Куда-то выплеснут энергию. Именно, мы знаем, какими являются дети. И там, конечно, имеется эта агрессивность, энергия, некая взяема связь. И потом идет речь, можно ли эту энергию поставить в какое-то определенное, организованное, хорошее русло. И тут уже я вижу этот СЗ-чемпионат. Это является таким очень хорошим, позитивным руслом, где может выплеснуть эта энергия. Но если нет такого нормального, организованного, продуманного в русло, тогда там все может быть по-разному. Это правда. Говоря о СЗ-чемпионате, те, кто участвуют, и школьники, и родители в курсе, и классные руководители, те, кто только обдумывают, что это буквально, чем там занимаются, расскажите. Очень разными вещами. То есть, если финал – это такое физическое мероприятие, которое в этом году… Спортивное больше, да? Не только спортивное, и умственное, и спортивное, и творческое. В этом году пройдет в новом месте в Салатсгриве. То до этого, все до этого этапы, в принципе, выполняются отдаленно. Задания абсолютно разные, скажем, актуальные сейчас молодежи. То есть, связанные и с IT, и с какими-то интернет-вещами, и с творческими, и с физикой, и с математикой. То есть, абсолютно-абсолютно все, что угодно. Класс, как команда, подает заявку, делает домашнее задание, дальше попадает в полуфинал, где у них есть как команды, так и индивидуальные задания, что на самом деле важно. Потому что тут тоже важно не только в команде работать, а еще ответственность каждого. Потому что сколько каждый вложится, от этого тоже зависит результат. недостаточно, скажем, тут за чужой счет не выйдешь. Очень важно, чтобы каждый-каждый вложил свою лепту в это дело. Вы упомянули IT, это означает, они там программы тоже программированием занимаются? Ну, программированием не совсем, но в плане, что это все в интернет-среде, где им надо, скажем так, играть в разные задания, игры. Может быть, они хотя бы от социальных сетей чуть-чуть отвлекутся. Как раз то, что было в вашем исследовании, меньше будут там всякие карикатуры, фотографии обидные публиковать. На это есть надежда, да, что на этот этап они будут больше заняты немножко полезными вещами. Да. Вот все-таки ваш опыт, о чем говорит вот эти школьники, классы, их участие в ЗЗ-чемпионате в основном зависит от инициативы самих вот учащихся или чаще всего все-таки, не знаю, классы руководителей говорят, смотрите, какое интересное дело, давайте мы покажем, что у нас класс плаченный, что мы можем решать все эти задачи, которые перед нами ставят. Вот ваш опыт, о чем мы говорим? Вы знаете, я бы сказала, что 50 на 50, потому что, к сожалению, без инициативы учителя или другого взрослого это может быть, мама, брат, сестра, класс не может участвовать, но очень-очень много, конечно, зависит и от школьников. Классы, которые участвовали, им уже проще, они уже знают, что ожидать, они уже ждут, и это уже как традиция, в принципе, сложившаяся на протяжении многих лет. Но и роль учителя очень важна, потому что у учителя должна быть инициатива и желание вкладывать в школьников больше, тратить свое время на это. Вы знаете, тоже очень от возраста зависит. То есть, если это класс, конечно, помладше, то там роль учителя, она будет больше, потому что их не так просто организовать, скажем, 5-6 класс. Им нужна такая твердая рука и действительно очень большая инициатива от учителя. Чем старше дети, тем больше, как мы знаем, у кого есть дети взрослее, чем важнее, что они сами хотят участвовать. И здесь, в принципе, очень много еще зависит от школы. На самом деле, если мы посмотрим, то есть школы, которые очень активно участвуют, где это очень поддерживается. К сожалению, есть школы, которые не так активно участвуют. И мне бы очень хотелось призвать русские школы участвовать, потому что среди русских школ на протяжении многих лет не так много участников. Просто не знают, да, почему-то? Мы очень стараемся, правда, и в русских источниках абсолютно везде говорить про ЗЗ чемпионат. Может, есть еще до сих пор какой-то барьер, но тут, скажем, не требуется какое-то высшее знание латышского языка, тут главное желание и, правда, умение работать в команде. А это очень интересно. Как вы думаете, вот какие причины тому, что русские и русскоязычные школы, они только активны? Тут, знаете, мне хотелось бы вообще в комплексе смотреть. Возможно, кто-то исследовал вообще, насколько русские школы задействованы в подобного рода мероприятиях, потому что, конечно, это не единственное, где класс может участвовать, но… Это очень интересный вопрос. Вы хотите сказать, что, может быть, они в принципе менее активны и заинтересованы в всякого рода таких мероприятиях? Мне кажется, что именно в каких-то подобных мероприятиях русские школы, к сожалению, менее активны, чем латышские. Это действительно интересно. Почему? Потому что, когда мы смотрим статистику по участию в олимпиадах, разного рода олимпиадах, по разным языкам, по математике, то в принципе особой корреляции между латышскими и русскими школами нет. То есть, видимо, все-таки это более организованная система через Министерство образования, и все происходит. Здесь, видимо, все-таки, поскольку это такое дело добровольное, наверное, вот как-то более пассивное. Возможно, это будет исследование следующего года, понять именно, где кроется причина, почему именно русские школы не так активно участвуют. Возвращаясь к исследованию, которое СКДС проводило, чуть-чуть так, чтобы нашим радиослушателям было понятно, это в основном было анкетирование, так, чтобы понять, вот как школьники отвечали, что это, или какая-то устная беседа с ними. Потому что, как мне кажется, может быть, я не прав, что иногда, но вот когда у школьника спрашивают, вот, ну, как бы подвергался ли он каким-то, не знаю, там, издевательствам, насмешкам, да, может быть, многие думают, что даже когда и шутки в их адрес, они воспринимают как-то обидно, хотя в этом иногда, ну, обычно там пошутили. Вопрос уместный, но я думаю, в данной ситуации, скорее всего, мы, я не думаю, что мы имеем проблемы по этому поводу. По восприятию, да? По восприятию. То есть, мы проводили два опроса. Первый опрос мы опрашивали школьников, и это делалось посредством интернета, то есть, A-классы, ресурс, и там школьникам это было добровольное участие, но им была возможность анонимно в своей среде, там никто за плечом не стоял и не смотрел, просто заполнить анкету. То есть, там не было какой-то интервьюера, где ты, смотря в глаза, должен признаться, что вообще-то тебя в классе унижают. Ну, и был другой опрос, где мы опрашивали родителей школьников, то есть, как им кажется, встречаются ли их дети всеми этими явлениями. Ну, там и всякие другие вопросы были. То есть, и родители, там какая-то есть большая разница между тем, что отвечали родители и школьники? Ну, если смотреть на проценты, конечно, они отличаются, но в принципе, в целом, если смотреть общую тенденцию, мы получили примерно такой же результат. То есть, если смотреть на самих школьников, их родителей, ну, выводы одни и те же. Вот, возвращаясь, может быть, к ЗЗ-чемпионату, как раз вдогонку к тому, что вы сказали, что вот учащаяся школа с билингвальной моделью, так они, в принципе, официально называют, мы понимаем, что в этом, конечно, основной язык русский, но вот тем не менее, чтобы они понимали, когда начнется очередной ЗЗ-чемпионат, что нужно вообще сделать, чтобы в нем участвовать? Уже начался, еще ничего, никто еще никуда не опоздал, уже начался. Я хотел спросить, еще можно успеть. Да, с 17 февраля до 15 марта можно подать заявку. То есть, еще успевает, да, две недели больше. Еще довольно много времени, да, до 15 марта надо сделать домашнее задание, которое довольно простое, сделать фотографию класса общую, подойти к этому творчески, и дальше уже все, кто сделают задание хорошо, правильно, попадают в полуфинал, и, соответственно, после полуфинала финал, поэтому заходить на ЗЗ-чемпионат.лв, читать. То есть, сначала это все виртуально, пока все заочно, никуда бегать не надо, да. Нет, мы на самом деле очень идем навстречу, мы понимаем и загруженности учителей, и школьников, и особенно тех же самых 9-12 классов, у которых экзамены, ну, то есть, в самом начале это все можно сделать виртуально, в удобное для школьников время, так что еще ничего, никто никуда не опоздал. Ну что ж, я думаю, что и родители, и старшекластики пока не менее нас слушают, так что могут поучаствовать в этом увлекательном чемпионате, который уже на протяжении многих лет показал, в принципе, свое востребовалось. В завершении, может быть, как-то о выводах. Все-таки, вот понятно, что среднюю температуру или средств мы получили. Что обычно дальше? Это не знаю, сейчас родители должны озаботиться тем, что вот есть такой случай и моббинга, и не только. Или это учителя, или сами, может быть, школьники должны подумать, как они себя ведут в коллективе. Какие выводы? Ну, первым делом было бы очень нехорошо, если бы сами школьники об этом подумали, но я не думаю, что каким-то прямым образом они каким-то образом получат эти исследования. И будут анализировать, да. Именно, или кто-то слушает эту программу, и тогда там есть какие-то ключевые фразы, и вдруг человек стал другим. По-моему, это просто таким образом не происходит. Происходит. Я всю эту проблему как бы вижу более глобальную. То есть, то, что очень важно, и, по-моему, это уже в Латвии началось, да, что вся эта проблематика должна подняться на какой-то всеобщенациональный уровень. То есть, что все мы коллективно, индивидуально осознаём, что по этой линии, то есть, мы имеем проблему. И надо как-то думать, как её решать. И тогда там, ну, кто-то делает, может где-то каким-то одним образом на это повлиять, кто-то другим образом, чтобы сами родители знали, да, чтобы руководство школ обращало на это правильное внимание. Ну, там даже законодатели и так далее, и так далее, да. Так как я не думаю, что эти проблемы имеют простое решение, скорее всего, там очень сложные, очень комплексные решения, скорее всего, там должны пройти десятилетия даже. Даже так. Я довольно пессимистично на всё это смотрю. Но если мы… Ну, первым делом это просто осознание, что в этой линии всё не в порядке тут, да. Ну, и тогда, может быть, постепенно мы придём к каким-то улучшениям. Да, я, конечно, далёк от мысли, что, не знаю, в рамках каких-то учебных уроков можно всё решить, но вот когда там, я думаю, что там у моих детей в школе есть это социал, и когда понятно, что, наверное, надо учить детей, что нельзя переходить дорогу на красный свет, ну, к примеру, да, и, может быть, надо мыть руки перед едой, это всё очень хорошо, но хотелось бы, чтобы вот и эти предметы, эти социальные знания, чтобы они тоже не были оторваны от реальности, потому что, действительно, ведь это проблема, и, наверное, учителя тоже должны как-то и об этом вести разговор и на классном часе, и на каких-то уроках. Да, Юлия, вы хотели тоже что-то в завершении сказать. Да, поэтому я вот хотела бы очень призвать это пособие, которое мы создали, его каждый может получить, распечатать. Есть и пособие, да? Да, есть созданное вот в этом году за за чемпионатом пособие при помощи Анни Тескалберге, специалиста по образованию, и я хотела бы всех учителей призвать использовать его, можно и по почте получить, написав нам на за чемпионат, или распечатать и начинать работать в классе, то есть, конечно, я согласна с вами, что это намного серьёзнее и сложнее проблема, но для начала, мне кажется, учитель может начинать работать с учениками и помогать, помочь им понять, есть проблемы, нет проблем, как с ними работать, и, в принципе, уже сейчас пытаться постепенно идти к каким-то улучшениям и действительно работать над тем, чтобы среда и в школе, и в классе была благоприятная. Да, ну я думаю, что это такое, может быть, более оптимистическое завершение эфира, понятно, что, наверное, здесь сложно не согласиться социологам, что это проблема, которая не решится ни за один месяц, ни за два, и ни за год. Да, это серьёзная проблема, ну что ж, будем думать действительно вместе, как её решать. Большое спасибо. Спасибо.